Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала. 13 июля на календаре. Городская среда. С вами партнер программы Автотехцентр Московский. Итак, тренды семи ушедших дней. День любви, семьи и верности отметила вся Россия и Рязанская область не исключение. Очень хорошее мероприятие прошло теплое, ламповое, как можно говорить, несмотря на то, что было обилие народа, прошло в Центральном парке культуры и отдыха. И вот что сказал митрополит Марк по поводу того, что с этого года этому празднику присвоен статус государственного. И это Петр и Февроний? Да, с праздником вас. Вы на концерт? Да. Хорошо, проходите, хорошего концерта вам. Здравствуйте. Ну почему же в последнее время возник праздник государственный, праздник связанный с именами Петра и Февронии? Чем это можно объяснить? Знаете, в наше время очень популярна медицинская тема, особенно тема, связанная с коронавирусом. Так вот, приведу такой пример, что такой образ в каком-то смысле установление этого государственного праздника это здоровый иммунный ответ нашего народа на ту пропаганду распутства, которое существует, увы, и в нашем общественном пространстве, и в нашей культуре. Мы часто видим или слышим, как в фильмах, в сериалах, на страницах романов, газет проповедуется и пропагандируется образ жизни, когда измена, предательство, называется чем-то положительным, называется победами. И вот установление этого государственного праздника – это проявление того, что наш народ еще жив. В нашем народе есть еще здоровые силы. И потому появился этот праздник. Потому что невозможно жить отрицанием того, что связано с самим процессом жизни и продолжения жизни. Понятие пол уже становится чем-то совершенно другим, понятием с другим содержанием. Вот недавно мне сказали, что когда человек регистрируется, например, в сети Facebook, то там есть указание – пол мужской, женщин и иное. Слава Богу, что в нашей стране появился такой праздник. Слава Богу, что образ семьи, образ любящих и верных супругов вновь превозносится, вновь преподается в нашем народе как пример, пример достойной подражания. Все для победы. Мощная акция проходит в Рязани. Поддержку спецоперации, которая проходит на Украине. Накануне, 12 июля, для журналистов рассказали о ходе акции в Народном фронте. Есть огромная потребность у людей, у наших граждан помочь нашим ребятам там. Именно проект объединил многих людей, от пенсионеров до предпринимателей. Все приходят и все говорят одно и то же. Равнодушных уже нет. Все уже все поняли. И вот это участие, скажем так, кто деньгами, кто своими силами, кто эмоционально, подготовкой рисунков и так далее, это тоже все очень важно. Нагренности, а так, скажем, это все... Это только Строжиловский... Очень важно. В общем, вот это объединение тыла и фронта, оно, собственно, и происходит таким образом. Пять самых важных разделов, которые нужны. Супер важно. Это за скобки убираем коптеры. Это прям супер важно. То есть это будет нужно постоянно, причем не абы какие коптеры, а специфичные, которые работают на больших дистанциях, у которых есть возможность подключения аппаратуры, ночной съемки и так далее. Значит, средства защиты это каски, бронежилеты. Так, один стационарный? И так далее. Средства обеспечения. Это бензогенераторы, это всякое такое оборудование, которое налаживает быт в окопе, либо в околотыловой территории. Да, прикруйте, смотри, что... И медицина. Вот этот препарат делают в Рязани. Ага. Он что делает? Вот, наверное, самый топ. Ну, и эмоциональное. Вот конкретно в медицине что? Кровоостанавливающие жгуты. Это прям супер. Если есть советские, у вас в домашних аптечках какие-то, это прям, что называется, must have. Если вот есть, прям приносите, с удовольствием возьмем. И вот как в аптеках покупать не надо. Там не совсем то, что требуется. Вот советские берем. Дорогостоящие жгуты определенного производства возьмем. Есть еще средства, которые останавливают кровь, такие порошкообразные, которые засыпаются в раны. Они тоже применяются. И вот такие пакеты, индивидуальные перевязочные пакеты во влагозащитной упаковке. Производятся в Рязани. Мы тоже принимаем с удовольствием и отправляем. Если человек скажет, у меня может время и особого желания нет, а может деньгами? Можно деньгами, даже чаще всего и нужно. Есть сайт победа.унф.ру. На этом сайте есть разделы, конкретные подразделения. К ним, к подразделениям привязаны военные корреспонденты. Они, собственно, организовывают эти сборы. Вы перечисляете на их счета деньги. И они на эти средства закупают уже необходимое оборудование. По каждому отчет, по каждому сбору идет отчет. Все это видно прозрачно. Скажем так, акции назвать это трудно. В общем, эта миссия уже длится не первый день. И из категорий, социальных категорий наиболее кто активный? Пенсионеры, бизнесмены. Или нельзя проводить такие проверки? Нельзя проводить. Но, скажем так, объективно, к нам, вот кого мы видим, это люди более старшего поколения, которые не очень доверяют интернету. Которые говорят, ну мы готовы. Но вот нам нужно, чтобы мы что-то пощупали, чтобы было физическое. Мы хорошо, не проблема. Мы помогаем оформить то, что необходимо. Направляем. Говорим, что нужно приобрести, а не приносит это и так далее. Люди уже, наверное, более молодого поколения, или, например, моего среднего возраста, им удобно через интернет. Редко у кого возникают вопросы, но даже если есть, мы все это объясняем без проблем. Это находится уже, собственно, на автомате. Наши военнослужащие сейчас участвуют в боевых действиях в рамках специальной военной операции. В этой же специальной военной операции принимают участие и военнослужащие братских республик Донецкой и Луганской народной республики. При этом они выполняют задачи по деноцификации, демилитаризации Украины и при этом совершают каждый день образцы мужества, героизма, отваги. И в рамках акции «Все для победы», проводимой Всероссийской общественной организацией «Народный фронт за победу», мы как раз и решили поддержать наших военнослужащих, военнослужащих двух народных республик. И к этой акции присоединилось региональное отделение общероссийского народного фронта. Мы кинули, как можно сказать, клич для граждан, проживающих на территории Рязанской области. И, честно говоря, наши ожидания... Мы ожидали, конечно, из-за того, что у нас очень было мало времени на проведение акции, но вы не представляете, сколько людей, добрых людей, добрых сердец откликнулись на эту акцию. И мы ценим каждое доброе сердце, потому что эта акция проводится... Знаете, если вспомнить как бы девиз Великой Отечественной войны – «Все для фронта, все для победы». И вот добрые люди тоже откликнулись, и можно сказать, вот «Все для фронта, все для нашей скорейшей победы». Это снаряжение, это обмундирование, это средства связи. Мы собрали для того, чтобы наши военнослужащие, военнослужащие двух союзных республик, как можно быстрее вернулись живыми невредимыми с победой. Мы ждем вас, ребята, с победой. Победа будет за нами. Окончательно определились в Рязанской области с кандидатами в губернаторы. Денис Сидоров, представитель коммунистов, в пролете. Почему? Потому что на федеральных телеграм-каналах и в СМИ появилось, что КПРФ делает ставку на Свердловскую область. Ну, в общем-то, на мой взгляд, еще раз повторяю, канал этот субъективный. На мой взгляд, вот эта коммунистическая протестная риторика себя уже исчерпала. И на данный момент, на сегодняшний день, коммунисты не в тренде. Почему? Потому что нет внятного отношения к самому важному происходящему событию, это проведению СВО. Не трогают они в Рязанской области, не затрагивают вопросов активно, вопросов экологии. И все это в отличие от еще одного кандидата Григория Парсентьева. Что, активно справедливая Россия за правду занимается экологией? Успешно? Нет, это второй вопрос. Но Парсентьев и его команда работают системно. И те нарушители, которых они выявляют, скажем так, чувствуют себя несколько неуютно. Пока, пока это не в силах Григория и его соратников по партии призвать их к ответу. Здесь нужна консолидация всех сил. Это партийных, государственных, правоохранительных. А раз такого нет, то вонь продолжает накрывать город Рязань. Коснулся экологии и в Рио губернатора Павел Молков. Он, знаете, очень так, на мой взгляд, неосторожно ответил в прямом эфире на вопрос Ивана Крестьянинова о фактически московском мусоре, который возится в Рыбновский район. Это уже второй пункт, такой, знаете, такая рэперная вторая точка наряду с Дивеевской свалкой. Если Молков не перейдет от слов к делу, то его рейтинг резко пойдет вниз. Впрочем, это явно не помешает ему стать губернатором. И мы видим, что команда пиарщиков Молкова иногда работает на полном расслабоне, ограничиваясь вбросами в информационное пространство несколько формальных таких моментов, не конкретизируя, как это должно быть. Теперь об СВО. Еще раз Григорий Парсентьев, на мой взгляд, проявляет яркую гражданскую позицию и занимается сбором гуманитарной помощи и возит эту гуманитарную помощь на Донбасс. Ну это и понятно, сторонник и друг Захара Прилепина не может быть как-то вне зоны проведения специальной военной операции. Еще один кандидат или кандидатка в губернаторы отличился тем, а вернее ее автомобиль отличился тем, что его придавило дерево во время бури, которая прошла в Рязани. Наряду с десятками других, с десятком других автомобилей, но тем не менее машина Рубиной стоит особняком. Некоторые очень эроничные и скептически достроенные граждане говорили, что не надо идти во власть, это как раз наказание Божье. Ну и отдельно хотелось бы поговорить об ЛДПР. Для меня, скажем так, полной неожиданностью стало то, что кандидатом в губернатор Рязанской области назначен высшим советом партии московский мажор Репников. Ничем он, конечно, никакой активной работой, кроме пиара собственного, не отличался в Рязани. Мало кто его знает здесь в Рязани. Ну, считаю, что Шерина как раз в этот момент в ЛДПР и не хватает. Вот политика вот именно такого калибра, трибуна, который может всколыхнуть массы. Для меня закат ЛДПР, честно скажу, очевиден. Почему? Ну, потому что, видите, что ЛДПР в Рязанской области, я об этом говорю, регионального отделения. Почему? Да потому что есть вполне достойные кандидаты и из местных. Если Панкин в силу определенных обстоятельств не может быть выдвинут кандидатом в губернаторы, то есть такой Максим Мустафин, который депутат Рязанской областной думы, а не городской, как Репников, который выдвигал свою кандидатуру на Государственную думу, поэтому вполне себе кандидатура. Но, увы и ах, централизация власти с Луцким, считаю, себя не оправдывает. Снимаю на природе, видите, в Солочи начинается дождь, Но, продолжаю работать, не сахарный, не размокну. На Косачево-14 у жителей дома возникла куча вопросов к подрядчику по проведению капремонта. Встреча не состоялась из рассинхронизации действий. Почему вдруг раз и нет у них материала? Ни щебенка, ничего. Ни бетона. Материалы сделали, значит, эти самые, щебенку, слава богу, привезли, и опять все стоит. Да не было щебенки. Нет, ну это что, это, куда она поделась? Еще раз, я очень хочу повторяться. Просто мы их пригласили. Сюда обязан подойти представитель фонда капитального ремонта. Сюда обязан подойти представитель строительного контроля, который осуществляет здесь строительный контроль. Здесь должен быть представитель подрядчика. Ну и, как я уже сказал, ваш представитель, официально вас представляющий. Тогда разговор будет полный, тогда вы поймете, кто за что отвечает, и кто что вам обязан предоставить и обеспечить. Хорошо? Вот так вот. Стоя на бортах люльки, выполняет работу. Охрана труда на высшем уровне. Очень приятно. Ну, у нас, я так понимаю, встреча сейчас не состоялась. Ну, вот я хотел бы... Ну, понятно. Смотрите, у вас есть шанс, так как эта встреча сегодня не состоялась, у вас есть шанс людей услышать до того, как приедет сюда в следующий раз. Завтра до обеда. Они во сколько приедут? Когда приедут? Через час? У вас суть претензий в чем? Суть претензий, что люди пожилые, больные, это ступеньки не делаются. Зачем их стучать? Вторая месяца. Рязань – город дружелюбных людей. Я сам в этом убедился на собственном примере. И вот кадры из гипермаркета «Лента». Еще раз убедился, что в Рязани живут добрые, отзывчивые люди. Вот человек за моей спиной. Мы с ним познакомились, Сергей Горбачев. Соседка, которая живет в 100 километрах от Рязани. Я ее угостил недавно купатами, которые делают вот здесь в Ленте. Ходил-ходил, нет купатов. Он меня спрашивает, что вы ждете? Я говорю, да вот купатый там обещал человеку. Так он пошел, сделал мне и принес. Вот так вот. Оказывается, он не просто работник мясного цеха, но еще и профессиональный кинолог. Запомните это имя. Сергей Горбачев. И в заключении кадры с концерта 8 июля, в день любви, семьи и верности хора Царетинского монастыря. Пусть этот мир налетит сквозь столетия, но не всегда по дороге мне с ним. Чем дорожу, чем рискую на свете я, Мигом одним, только мигом одним. Чем дорожу, чем рискую на свете я, Мигом одним, только мигом одним. Всего доброго, даст Бог, увидимся под этой благодатной небесной влагой. До встречи.